МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле отбылся областный этап республиканских фестивалю творчества «Наши таллинты Табе Беларусь». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Жидковище рихтуется до проведения областных дожинок. У городе завершаются ремонтные работы и открываются реконструированные объекты. У приватности завтра пассажиры уприме одновленная аутостанция. За 37 году эксплуатации тут проводился только косметичный ремонт. На выполнение всех необходимых работ акционерное товариство «Гомель Абл Аутотранс» накировало около 400 тысяч рублей. За этой сроки капитально адрамантованы непосредный будинок аутостанции, а также проведено доброе упорядкование прилегающей территории. Сюжет о подрыхтуце жидковище до областных дожинок глядите завтра в наших вечерних выпусках. Комитет Держконтролю подвел выники працы со зворотами грамадзян за 10 месяцев этого года. По статистике самыми популярными у насильництва были коммунально-бытовые пытания. Их поступило 193, это больше, как 20% о доходной колькости зворотов. Дорогие, если поравновать с аналогичным летошним периодом, то эта личба стала значительно меньше. В 2016 таких зворотов было омаль на сотню больше. Особливо предметно снижение колькости зворотов по пытаниях оплаты жилево-коммунальных послуг. Их стало меньше омаль в два раза. Дорогие, улику пытаний, у которых хваляют насильництва, кроме оплаты послуг, были так само пытания, связанные с утрыманием и ремонтом жилевого фонду, працы жилево-коммунальных службов, доброупарадкованием, газификацией, водозабеспечением жилья. Прогэтым по усих видах зворотов назирается видовочное снижение. По словах супрацовников Держконтролю, это связано с урагалеванием тарифов на жилево-коммунальные послуги, водосканалением парадку, продоставлением этих послуг и проведением активной тлумачальной працы. Так, одним из запотрабованных форматов информационной связи с насильництвом по раннейшему застаются горячие линии Комитета Держконтролю. На опошню из них люди звертались с пытаниями проведения капрамонту инженерных сеток, дрынной якости косметичного ремонта, завышение кошту подогреву воды, незабеспечения соцстандарта по температуре поветра у квартиры, а так само высокой оплаты за додатковые послуги у товариств и уластников, по некоторых пытаниях дадены тлумачения, иншие взяты на контроль. У центра Гомеля на улице Советской сутыкнулись два легковые автомобили. Авары отбылась на скрыжевании Каля Цирка. Водитель Пантияка, мужчина 83-го года народжения, не справился с керованием за несприяльных умов на дворье и выехал на сустречную полосу, где сутыкнулся с Фольксвагеном, який рухался на прамку припинку 8-го Саковика. Иншамарки сутыкнулись лоб у лоб. У вынику ДТЗ потерпелых нема. Держато инспекция просить водителям быть осторожными на дороге подчас дождливого и ветреного на дворье. За минулые сутки на территории Гомельской области было зарегистровано 38 дорожно-транспортных здареньев, у яких потерпел один человек. У дни восиньских каникул с 30-х кастришника по 7-й листопада у Гомельской области традиционно проводится профилактичная акция «Организуй свой вольный час». Все лета у ее задейничано 8,5 тысяч школьников з усих районов Гомельщины. Як працуют школьные лагеры и какие мероприемства чекают детей, доведалася Ганна Каральшук. Зусім недавно почался навучальный год, а перший отчверць уже скончился. С понеделка школьники на восиньских каникулах. И в этот час можно поспеть многое. Поудельничать у споборництвах, выступить на сцене або поистинной экскурсию и заробить саморобный шедевр. Тем более, что для хлопчика и девочек, которые не ожидают проводить вольный час марно, предугледжено шмат цековых мероприемств. Есть махчимость не просто отпочить, а проявить себе у разных видах деяності, спознать нечто новое и поширить свой кругагляд. Наприклад, у середней школы номер 66 города Гомеля под час каникул працует лагерь листопадничек для дятей молодшого школьного взросту. Красные линии в плане работы лагеря проходят мероприятия, которые посвящены безопасности. Например, цикл таких занятий, как уроки мудрой тетушки Савы. Это у нас уроки по правилам дорожного движения. Также мы провели конкурс рисунков «Наша дорога» из школы домой. Занятия по правилам дорожного движения проводятся в специально оборудованном кабинете Центра безопасного детства. В 7-30 ранец и до 16-ти годин дети поспевают заробить зарадку, побывать на музычных и спортивных занятках, наведать театры и экскурсии. Головное – забеспечить максимальную занятость неполнолетних, не допустить учинениями правопорушений и злочинствов. Миновата на это нацелена областная профилактическая акция «Организуй свой вольный час». У каждой установки адукации и культуры продумали, чем занять зятею каникулярный период. И они становятся удельниками мероприемствов, накерованных на умоцевание здоровья, развитие творческих и интеллектуальных здольностей. По раннейшему можно займаться в гуртках, спортивных секциях и объединениях по интересам. С детьми так само проводят тренинги педагоги-психологи. Более 900 ребят, обучающихся учреждения образования Игумевской области, в период осенних каникул посетят очень интересный мюзикл патриотической тематики, который называется «Семь темниц Беларуси». Он подготовлен силами Федерации профсоюзов Республики Беларусь совместно с Белорусским государственным университетом культуры. Традиционно, конечно, особое внимание отдается категории детей, которые требуют повышенного педагогического внимания. И детям, которые являются детями-сиротами, оставшись без попечения родителей. Такое сполучение отпочинку и працы, взаимальности и познания да поможет школьникам приступить на наступном тыдне да занятков с добрым настроем и новыми силами. Другая чверть самая короткая, тому темпу учебе варты задать с перших дзен. Ганна Кральчук, Игар Марышченко, отель «Радоакампания Гомель». Гомельская областная организация Беларусского товариства «Червоного крыжа» протягнула реализацию проекта по догляду за детьми, які знаходятся у медицинских установах. При этом перевага отдается сиротам и детьям, які застались без опеки батьков. Зудельниками проекту познайомился Олег Сентюров. Проект «Няня замест мати» прошел апробацию вось тут, у областной дитяшей клиничной больницы. Почався он у версні минологахода и протягився каля восьми месяцев. У вынику проект признание поспяховым и вы решили протягнуть, але уже в большезначных масштабах. Коли ранее областная организация «Червоного крыжа» працавала у сего одна няня, то теперь уже пять. Причем, а прича Гомеля проект реализуется так само у Мазары и Речицы. Переглядели и систему финансования. Летость у всей выдатки оплачивал «Червоный крыж». Зараз работа доброохотников финансуется за кост спонсорских сродков. А для Головной засталось и неизменным, да помогла у больницах детям, до яких не могут прийти батьки. Медперсонал учреждений, конечно же, оказывает поддержку, и они ухаживают за этими детьми, но этого не совсем достаточно, потому что, ну, подержать их на руках, просто поговорить, успокоить после любой процедуры, поменять подгузник, и просто поиграть, и окружить их заботой и лаской, это уже, конечно, обязанности наших нянь Красного Креста. Для удела у проекции добрали пять женщин. Областной организации «Червоного крыжа» кажут, что пропановы от мужчин были так само, але поколь притягнуть их до догляду за детьми не разыкнули. Олеся Кудленко приходит в эту палату, что день, а прича выходных, працовный день с 8.30 до 17, увесь этот час присвеченный детям. Уже в ближайшие дни за спонсорские сродки «Червоный крыш» набуде развивающая гульни, и тогда износины станут еще больше разностайными, але в любом случае ничего не заменить душевной теплой и широкое ожидание допомогать. Год назад я оказалась в подобной ситуации. У меня ребенок заболел и попал в палату, где места для мамы не предоставляли. Я очень сильно расстроилась, и все свободное время я посещала его, и тоже лежали такие детки. Мне было очень жалко, на самом деле. И вот я решила свой вклад внести. Межтыми сегодня областной организации «Червоного крыжа» кажут об ожидании долучить до проекта еще несколько населенных пунктов. Олег Сентеров, Валерий Габанько, телерадокомпания «Гомель». У наступным годзе Калинкович и Мазыр у першиню примут чемпионат Европы по бильярдным спорте. А по коль представник Гомельской области рыхтуется принять удел у чемпионате света, який 15 листопада открыется у Ростове-на-Дония. Як стать саправдным бильярдистом, потекавилися наши корреспонденты. Не глядяши на молодых взросл, Денису Колосову только 19 годов, в бильярдном спорте он человек вядомый. Клядь 400 международных сустреж и немаленький спис тытулов. Уладальник бронзовых и серебряных медалев першинства света и 8-разовый чемпион Беларуси во взрословой категории до 18-ти годов. Двухразовый серебряный призер Кубка света и чемпион Беларуси сярод дорослых. Зараз, Денис, рыхтуется до удела у чемпионате света, який у середине этого месяца пройдет у России. Кажет, что будет смагаться за узнагороды, головное настроиться отповедным чинам. Як и в инших видах спорта, в бильярде уволу лишь мат залежит от удачи и психологичной устойливости. Хоть и наявность дольностей и в опыту, так само мое великое значение. Махчима ясше применение неких математичных разликов, хоть сам Денис ими не корыстается. Математическая способность, ну, геометрия может немного, но я как-то на самом деле никогда особо не пользовался геометрией во время игры. Так просто все наигранность, наигранность, играешь, играешь, запоминаешь, как от бортов в шары отходят, все такое. Не использовал геометрию, математику, физику, никогда ничего не использовал в бильярде. Мне кажется, вообще это миф, что если ты знаешь физику и геометрию, ты будешь хорошо играть, нет, не будешь. Как вид спорту бильярд относно молоды. Белорусская федерация, на приклад, была створена только в 1998-м годе. Однако, навод за гетой относно невеликий час Гомельская область выховала шмат знакомитых бильярдыстов. В областном объединении федерации бильярдного спорту кажут, что это в уголе вельми демократичный вид спорту, для занятков, яким нема практично никаких обмежеваний. Сегодня бильярдом займаются аматыры от 7 до 70-ти годов. Хоть задачу подрыхтовки спортсменов высокого зровня и отримания призовых мест на престижных споборництвах так само никто не отменял. С этой нагоды у Калинковичах распорцевали положение и провели уже три клубки славянских держав. А зараз рыхтуются принять чемпионат Европы. В апреле месяце в 2018 году у нас будет очень представительный турнир чемпионат Европы по бильярдному спорту. Минимум ожидаем 15 стран к нам приедут участвовать. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель с Калинковичем. Сегодня у Гомеля отбывся областный этап республиканского фестиваля творчества «Наши таллинты» «Табе Беларусь». Он объединял самодейных артистов профсоюзных и ведомостных клубных установ. Кожный коллектив подрехтовал яркую и видовищную концертную программу. Вероника Ворошилина с подрабязностями. Республиканский фестиваль творчества «Наши таллинты» «Табе Беларусь» все лето проходит у першиню. В нашем регионе областный этап разгорнувся на сцене Гомельского городского центра культуры. Он собрал около 700 удельников представников 11 профсоюзных и ведомостных клубных установ самых разных кутков в области. Сюда приехали лепшие из лепших, как продемонстровать свои таллинты. Этот конкурс дает возможность пообщаться в первую очередь между коллективами. Это люди, которые вовлечены в творчество, которые работают на своих рабочих местах. И поверьте, это мастера своего дела. И они будут вовлечены еще и в творчество. Музыка, танец, песня, наверное, без чего не может прожить ни один человек. Формат конкурса продуглеживает демонстрацию концертной программы протяглостью до 30 хвилин. Она может включать разные виды и жанры мастерской творчести. Это как коллективные, так и индивидуальные вокальные и хореографичные выступления, а так само номары оригинального жанра. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ За кожной яскровой программой дни и месяц напруженных репетиций безумно, без отрыву от основной працонной деятельности. У нас работа так поставлена. Если мы водителей троллейбуса можем в субботу-воскресенье собрать, мы приходим, собираемся в субботу-воскресенье. Если после работы, то после работы. Бывает, что, особенно если водитель, например, в первую смену, представляете, он встал в 5 утра, пришел на работу, у него выезд 5 копейками. То есть, соответственно, он отработал и сразу же бегом летит на репетицию. У творчести працонных коллективов улучшит душа белорусского народа. До того же многие ведомы артисты неколе вышли миновитно заводской самодеянности. И наш белорусский Дриневский, и всемирно известная Зыкина. Зыкина была швеей. А вот как раз таки благодаря профсоюзным конкурсам ее заметили, она стала народной артисткой Советского Союза. Точно так же Дриневский, он руководил обычным хором на обычном заводе, а теперь он руководитель самого мощного в постсоветском пространстве хора, национального хора именно Стоящее. И мне кажется, что мы должны очень много уделять этому внимания. Федерация профсоюзов Беларусь как раз таки это и делает. И очень убежден в том, что сегодня мы здесь увидим настоящие народные таланты, таланты нашего трудового народа. Не оглядяши на то, что фестиваль творчести «Наши таланты Таби Беларусь» объеднувая самодеянных артистов, оценивать их творчесть будут по всей строгости. У Гомель журы узнавшала ведомая спевачка, заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева. Будем оценивать все в комплексе, я понимаю, это и режиссура, и драматургия, и артистичность в первую очередь. Конечно, вокальные, хореографические данные, может быть, что-то связанное с оригинальным жанром. Ждем максимального просто проявления таланта. Вот и все. Финал Республиканского фестиваля творчести, профсоюзных и ведомостных клубных установ «Наши таланты Таби Беларусь» отбудется наприконцы Снежня у Минску. И он завершится грандиозным галоконцертом с уделом переможца у всех областных этапов. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомець Максим Савян. Редактор субтитров А.Семкин